К другим новостям жители сел Жамбылской области, которые расположены рядом с воинской частью, начали возвращаться в свои дома. Поселок Жебек-Жулы находится всего в двух с половиной километрах от складов с боеприпасами. Люди рассказали, что рискуют остаться без крыши над головой, ведь ударной волной повредило их жилище. У многих выбиты окна, пострадала кровля, осыпалась штукатурка с потолка и стен, пошли трещины. Все сыпется. Сначала мы были дома и думали землетрясения. Мы не убегали, спаслись в машинах. Пришло сообщение, кто на машине уезжает. Я двумя машинами увез семью в поселок поблизости. Мы ужинали, когда почувствовали запах гари. Сначала был взрыв, потом еще один, огромный, и мы чуть не оглохли. Начали собираться и уезжать. Забрали соседей, никого тут не осталось. Все оставили. Более 70 жителей сел Байзаковского района уже вернулись в свои дома из центров эвакуации, размещенных в школах Тараза. Треть из них – это дети. Пострадали не только жилые дома, но и объекты бизнеса. Сельчане уже обратились через СМИ к правительству с просьбой создать комиссию и возместить измучерб. Глава государства Касымжимар Тукаев поручил провести чрезвычайное совещание и создать межведомственную комиссию по распределению по расследованию причин взрыва в Жамбылской области. Ее возглавил вице-премьер Роман Скляр. Пострадавшим и семьям погибших обещают оказать всю необходимую помощь.